Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня снова речь пойдет о замачивании семян. Потому что сейчас февраль, наступает пора, когда все, кто-то раньше, кто-то позже, начинают задумываться над тем, в чем же замочить семена, какая процедура будет более эффективная. Потому что, конечно, каждому огороднику хочется вырастить здоровую, крепкую рассаду. Но не у всех это получается. И некоторые, многие видят проблему, ну как, в неправильности выбора вот этого препарата. Каждый думает, я вот замочила тем, а если бы я замочила другим, может быть, было бы лучше. Поэтому все ищут наиболее эффективные варианты и препараты. Конечно, вот эта процедура замачивания, это один из факторов, который влияет полностью на ваш урожай. На то, какой он будет богатый или нет, какие будут всходы, дружные или редкие, хилые. И все знают, что если мы замочим семена перед посевами, то они взойдут быстрее, дружнее. Если мы еще протравим дополнительно, то рассада будет вообще здоровой и будет меньше восприимчива к заболеваниям. Это уже все разбираются. И сейчас я уже говорила, что торговые сети предлагают очень большой вот такой ассортимент. Я в январе рассказывала о том, как протравливать и замачивать. И говорила, ну, в тех видеороликах, что замачивание и протравливание, это две разные процедуры. Что есть препарат, который применяется только для протравливания. Например, такой, как марганцовка. Вот, мы им только травим. Это не стимулятор роста. А есть препараты, которые и протравливают, и стимулируют. Что это две разные процедуры. Если вы протравите марганцовкой, то вам стимулировать нужно еще каким-то средством. И не надо об этом забывать, что протравливание и стимулирование, это две разные вещи. Вариантов для протравливания и стимулирования очень много. Я уже говорила, вот все здесь сейчас положила. И эпин, и ботон, циркон, энерген, экопин, афектон. Всякие-всякие еще жидкие удобрения. Я не буду на этом останавливаться, потому что у нас главный герой нынче другой в этом видеоролике. Еще я говорила, что если по каким-то причинам вам недоступны вот эти магазинные рецепты, можно и в древесный, раствор древесной золы и сок цветков алоэ. Вариантов очень-очень много. Каждый выбирает то, что ему удобно. Но я сегодня хочу поговорить. Вот все это мы сейчас уберем. Я отодвину даже в сторону, чтобы не отвлекаться на них. Я сегодня хочу поговорить о средстве, которое я вам еще не описывала. Это перекись водорода. Если вы выберете обработку перекисью водорода, то материалов в сети на эту тему вы найдете очень много. Есть подробное описание и про добавочный атом кислорода в формуле вот этого вещества. И про окисление ингибиторов. Кто не знает ингибиторы, это вот такие там вещества, которые задерживают всхожесть. Что если ингибиторы окисляет, он... Но я не буду вот эти вдаваться в научные объяснения. Еще раз говорю, кто-то, если заинтересуется им и их характеристиками вот этого перекиси, зайдите в интернет и все там научные обоснования прочитаете. Я скажу проще. Вот мы все знаем, что перекисью мы всегда все обеззараживаем. Если даже вот раньше в детстве какая-то ранка или что, мама или там старшая сестра всегда говорила, ой, нужно обработать перекисью водорода. И вы знаете, что полив эту перекись, мы видели, что там вот все вспенивается, идет процесс обеззараживания, все микробы убиваются. И в случае с семенами у нас происходит то же самое. Как только мы семена поместим в раствор вот этой перекиси, может быть даже какое-то вспенивание, вы увидите, пузырьки пойдут, это идет реакция. На поверхности семян все убиваются инфекцией. Перекись водорода не даст инфекциям остаться и размножаться. И вот кроме этого, семена, обработанные перекисью водорода, по отзывам тех, кто пользуется ей всю жизнь, они быстрее прорастают, а рассада, которая получается из них, она менее восприимчива к заболеваниям и имеет высокий иммунитет. То есть, что это не только протравливатель, а он именно работает как стимулятор. Вот эти отзывы, если вы спросите, можно услышать от огородников, которые или использовали несколько раз, или пользуются всю жизнь. Но вот кто применяет, я вот не могу, например, применять одну перекись водорода, потому что я всегда пробую. Я одну партию одним, другую партию другим, иногда сравниваю, иногда сравнить не успею. Но вот кто-то именно испытывает перекись водорода на протяжении нескольких лет, и отзывы вот такие. Но если вы выберете перекись водорода, то вам нужно будет решить. Существует два варианта. Или просто протравить, вот таким неразведенным, вот купили в аптеке неразведенным, или замочить, потому что есть два способа. Кратковременная, вот в концентрированном, идет оно как протравливание более, или менее концентрированный раствор развести, я сейчас расскажу как. Тогда это идет уже как замачивание, стимулирование, все. Если вы хотите просто продезинфицировать, то залейте свои семена вот этим раствором перекиси водорода на 15-20 минут. Я еще раз повторю, что это очень самый простейший способ. Все, купили вот это вот. Вот у меня семена. Налили в стаканчики. До полного. Ну, чтобы они все покрылись, чтобы они даже плавали там. Все. Через 20 минут ваши эти семена будут готовы. Потом я вот через такое сито, у меня маленькое сито, просто сливаю, наливаю туда. Под кран с проточной водой промываю. Все. Если достаточно, если вам нужно просто протравить, вот так быстро, ускоренный метод. Протравили, все, они обеззаразились. И можно сеять. Такой способ я использую тогда, когда у меня мало времени и нет времени на замачивание. Я вот так протравливаю и укладываю семена в бороздки, пролитые стимулятором. Не обязательно их держать, ну как, на влажной ткани или где-то. Я просто вот прям щедро проливаю бороздки стимулятором. И вот эти протравленные семена выкладываю в эти бороздки. Вот. Это вот такой очень быстрый, эффективный метод. Но если вы хотите замочить, если вам позволяет время, то делаете рабочий раствор. Это, вот этот берете раствор, одну чайную ложку, в стакане воды растворяете. Все. И можно на влажную ткань, или вот так же просто вот таким вот прямым погружением в раствор. Можно на несколько часов. Некоторые замачивают на ночь. Они вот вечером заливают, намачивают ткань, укладывают. И утром начинают высевать. Или просушивают, или влажные. Там кому как удобнее. И вот мне нравится обработка семян именно перекисью. За что? Потому что это чистый метод. В отличие от применения марганцовки, когда марганцовка, после нее стаканчики черные все, и руки иногда черные. И этот метод для новичков чем подходит? Он более безопасный. Перекисью водорода, она безвредна. Ей нельзя ни убить, ни сжечь. Потому что марганцовку вам нужно высчитывать, концентрацию. И как? Есть всегда опасность получить, что семена получат химический ожог. Здесь они ничего не получат. И вот, например, если в растворе чайная ложка на стакан, это вообще безвредный, безопасный, очень нейтральный раствор. Там могут семена находиться сколько вы хотите. И вы не бойтесь, что они сгорят или обожгутся. Вот я для того, чтобы показать вам, как я на практике это делаю, я вот следующую партию сейчас буду перец готовить к посевам. Я протравлю все семена неразбавленным 3% раствором перекиси водорода. Но принцип работы я вам уже показала. Заливаю через 20 минут, откидываю на сито, промываю. Все. Обеззараживание прошло. Советую вам попробовать этот метод. Если вы только начинаете и еще не определились ни в какую сторону, ни в сторону марганцовки, там перекиси, фитоспорина. Попробуйте все. И вы все равно найдете метод, который вам более понравится. И что странно, что одним людям нравится этот метод, а другим совсем другой. И они всю жизнь будут спорить, что их метод лучший. Ну а вам может подойдет совсем третий метод. Потому что у всех разные вкусы, у всех разные отношения к этим препаратам. Но вот про перекись дальше скажу, что не только семена мы протравливаем и замачиваем. Некоторой перекисью пользуются на протяжении всего сезона. Вот если у них заболела рассада или немножко, как вот называется, приуныло, они ее опрыскивают перекисью. Перекись хорошо работает против черной ножки, различных корневых гнилей, серой плесени. Когда, например, лоток, видите, что земля заболела, началась плесень какая-то, началась черная ножка, поливают, опрыскивают. В этом же растворе для укоренения черенков опускают туда, опять же, стерилизуют, чтобы не было никакой заразы. И вот самое главное, что я хотела до вас донести, это то, что замочить семена можно в любом растворе и протравить можно тоже любым препаратом. Ну, если ничего нет под рукой, можно просто использовать воду. Ну, перекись, вот, эффективное, прекрасное средство, безопасное, очень быстрое, очень чистое. Так что рекомендую. До свидания. С вами была Ольга Чернова и наша огородная азбука. Хоть кому-то не нравится, что я долго-долго, все подробно-подробно все рассказываю, но для новичков это вот, как одна женщина выразилась, как капля дождя в сухую погоду. Читайте все, даже посмотрев мой видеоролик, если что-то непонятно, ищите информацию в сети, пробуйте все методы и вы обязательно найдете именно те препараты, методы, которые помогут вам получить богатый урожай. Это доступно каждому. До свидания.